Оооо, тут хорошо. Сейчас я пойду, я пойду вперед. Подожди, подожди, остановись. Я хочу застрять так, чтобы елик мог меня вытянуть. Витя, что-то у меня плохое предчувствие. Витя, у меня плохое предчувствие. Танки даже объезжали, видите, опять. Танки тут объезжали, очковали, видишь? Ну вот следы объезжали. Это да. Тут очень сложное место. Стой, стой, не копай! Пробивает. Почти. Стой, стой, не копай! Не копай! Блин, выкопал ямы две. Стой! Стой, стой, стой! Вперед! Чуть-чуть вперед! Хорош! Блин, закопал уже, накопал. Ёлки-палки. Кто его будет вытаскивать? Кто его будет вытаскивать? Назад пробуй! Назад! Назад пробуй выскочить! Ровно, руль и назад! Дверь закрой! Не, она не закрывает! Блин! Стой, стой, стой! Назад! Не газуй! Говорит, мы здесь надолго. Звук такой. Лёша! Выезжай туда! А, слышишь? А вон через лес сейчас он объедет. И задом тебя, если доедет, подтянет. Ты видел, была возможность приехать сюда. Чуть-чуть осталось. Ты назад шел нормально, у тебя было чуть вперед, и опять назад можно было выскочить. А потом уже ходом, ну... Ну, подо меня там большая... Ну, там много льда, нет, там просто много льда очень. Так, ладно, где мы трогаем? Все, он застрял тоже. Надо толкнуть его, давайте быстрее, у меня тут генератор в воду бросает. Не бросай, отключи его. Что-то пошло не так опять. Витя, крышу не помни, машина на продаже. Что, ты думаешь, на этом руле ты прорвешься или что? На козе хочешь пройти? Не-не, там глубоко везде. Что ты хочешь сделать? Трос оставил. А, видишь трос, как непредусмотрительно ты оставил. Не продумано. Ну, там ошибка, надо было назад по прямой выскакивать, не крутить вправо. Я, честно говоря, думал, ты раньше застрял уже, хотя ты раскачал потом и она поехала. За бампер, за бампер, говори. Чуть, руль, руль. А, тут. Пошел спасать Витю. Да сейчас, а я тут пройду? Да я не тебе, я вот тебе говорю. А, может, не доехать. Да доехте тут прям. Я тут переплыву. Да вот, становись далеко. Говорит. Говорит. Иди нахуй, Витя. Говорит, будь как Маугли. Так Маугли босиком ходил, Витя. На что ты человека толкнул? Скотина. Скотина. Заманил, да? Это страшный человек, а? Какая грубина, скажи. Да где? По колено, да. Там глубоко. Там глубоко, да? Да, набрал. Тяжело сюда будет ехать. Что там, ничего? Почти не набрал. Набрал, набрал. Не готов. Вода чистая. Говорит. 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 Угу. Еще. Вправо роль, Витя. Вправо до конца. Давай. Она опаздывает. Давай. Хорош, хорош, все. Хорош. Сбрось ему, Витя, назад сам поедет. Я не поеду. Поедешь. Да я боюсь. Да вариантов нету, надо тебе потихоньку пробовать раскачивать. Сбрось, сбрасывай трос меня. Сбрось с бампера у Вити. Прос. Хорош. Еще назад. Стоп, хорош. Не, все, все, не едешь. Привязывай. Еще раз привязывай. Ну так, конечно, ты в лед упираешься. Это тоже 100 рублей стоит, как и форточка. Ты видел, какой ты камень вынял, блин? Я замерз. Я замерз. Это жесть вообще. Просто кирпидон в диаметре 30 сантиметров. Давай, я снимаю, Витя. Я культурист. Жги. Ага. Ты как Леня почти сегодня. Все, дальше пойду. Да, вчера поставил Леня самурай на передний бампер поставил и стоял вертикально спрашивает, что мне делать. Это надо было видеть вообще. Я ему говорю, включай заднюю газу. Потом подумал, говорю, нет, включай переднюю. Да, и зад упал-то, да, да. Не, кричал сначала, Юля, спасай. Кричал, Юля, спасай, говорит. Юля пошла, толкает, и ничего не получается. Там веселое кино. Можно ударить, если похер. Да. Ну как что, говорит, нарывочками, да? Достает? Да. Не достает? Витя, подъезжай вперед. Надо так, не хватает 30 сантиметров. Осторожно, ничего не поцарапай, главное. Конечно, стоять на улице. Там петля специально приварена для Вити. Да. Да, ну как здесь, но там, скорее всего, точно так. Да, да, будет. Это очень страшная команда. Я всегда поеду. Да, не, ну там как в стену он. Витя, он... Не, хорош, все. Хорош. Хорош. Подожди, подожди. Андрей, корректируй его. Стой, говорит. Стой. 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 Стой, стой, стой. Стой. Не он, блядь, он пусть стоит. Не, это бесполезно. Стой. Стой, хорош. Не слушается. Что-то пробивает. Куда, давай. Давай, давай. Витя, стой, стой. Назад не надо. Назад не надо. Стой, стой так. А я-то оставляю. Оставляй тут, продавай его. Переедь, как ты стоял. Теперь хватит веревки. Да, родники, ты где? Слышишь, что хуйня? Мы выехали практически. Есть проблемы? Вот почему я не мог поворачивать. Что такое там? Показывай. Сразу видно с шахтерского края человек. По надрельцами. Да, мы с ним срогаток стреляли. Срогаток стреляли. Стреляли, да. Я как у Диана Джонс был. Да? Ну конечно. А я смотрю, что у тебя есть сходство какое-то. У меня раз. Я еще знаю, как два болта с гайкой из серой спички соединяй. Я, короче, выдаю, что я 90-го года. Выпуск. Нашли номер от своего УАЗа, Леха, нашел. Пока искал траекторию новую. Нашелся номер. Заднюю. Если на скорости пойдешь, то пройдешь. Да фотку один делай, или ты уже сделал? Сделал уже, тут 50 фоток уже. Давай, я видео лучше сниму, как ты бежишь по льдинам. Я не буду. Вот сюда идти, нормально. Все, спасибо. Какой-то офигенный. Друзья, снимай, потому что простыкивает. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Хорош! Стой, 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 выехай! Ну, сука! Нет, папа такого наделал, больше никто не поедет. Ну да. Давай, ты смотри, как ты будешь ехать, Санька! Ха-ха! Фух! А там, наверное, так бывает полно, да? Вот и все. Вот это известная резервная дорога. Видите, я нашел выезд для Геленвагена. Говорит, очень плавный заезд и плавный съезд. Я нашел тракторик. Да, хорошие места. Сюда, 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 Сань! Сюда, сюда, на меня! На меня, на меня, на меня! Оп, назад! Все, проходит тут, проходит. Конец фильма, да? Витя. Витя, 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 Витя! Подожди, я же не то... А что ты делаешь? Разгорашиваешь? Да не, нам же в другую сторону. Нам же вот выезд, прямо. Что, домой едем пришел? Да, все. Подожди. Так, пацаны, а что тут все сдаются, домой, да? А? А, типа ту лужу мы объехали? Ну да. Все, дерево, что-то? Не, мы опять по Танковой едем, елки. Да, ты понял, Руслан? Так что, они дорогу не знают просто. Ты-то тут каждое дерево знаешь. Каждую льдинку. Мои райончики. Каждый кусочек грязи. Каждый кусочек грязи. Я даже знаю, где-то карта лежит, просто не говорю. Да, понятно. Тут на елике будет не ходить? Я не знаю. Слышь, так мы тут дальше на елике не проедем, наверное. Так, опять мы вернулись, объехали препятствия. Ну, не знаю, что тут дальше. Не, по краю можно ехать. По краю. Неленваген едет. Понятно, эти два безбашенных на УАЗах. А как на дорогой немецкой машине. Я не помню, что там дальше, честно говоря. Ну, вроде там было попроще, в принципе. Вот самое сложное мы уже проскочили. Геленваген едет. Фактически проехали почти все. Осталось там до финиша чуть-чуть. И объехали только один кусочек. Ладно, вон крыло как оторвал. Посмотрите, как крыло оторвал. Ты видишь, да? Ты, да? Где? Ну, он торчит, оно. Переднее? Ну, оно. Чего так надолго нельзя с Киева выезжать? У этих чуваков, кстати, прикинь, при кого. Они на все говорят? Да, наверное, может быть, но. Как коней, понял? Как лошадей. Они только с лошадей слезли. И они вот, ну. А ты же не манипулятор взяли? Они их собирают. Сами делают? Они через горы тащат кран, где-то по месту покупают машину. А, и так зарабатывают, да? И так зарабатывают. Получается, трешка-четырешка долларов на единицы. А делают они ее там в течение месяца. Вот так нормальный бизнес. Нормальный. Я прибыл, у него там четыре манипулятора. Все они дерьмовые. Ну, как дерьмовые. Не для моей работы. Короткие все. А, а этот длинный? А этот самый длинный, 7-метровый. А вообще, какой самый длинный? У меня был 8 метров. Ну, это если мы говорим про цельную машину. А, длина машины. Если не про фуру, не про фуру. Да, да, я понял. Понял, чисто полезная площадь, не была ты грузишь. У меня было 8 метров, мы два вазика с тобой грузили, помнишь? Да, в эту не влезет, да? В эту не влезет. В эту уже вазик и залупазик. И залупазик, да? Горка известная. Ну, давай. Последний раз ты ее в темноте брал. Да. Ну, вот это место в темноте тут Витя штурмовал. Горка, да. Где-то стекла уже делись. Я так понимаю, танки. Опа! Витя нашел опять место хорошее. Тут он в своей стихии. Тут льда нет. Пробивает, пробьет сейчас. Чуть-чуть. Блин, передний самоблок, конечно, это было вообще фантастика, а не машина. Да, переднего одного колеса не хватает. Пробуй назад. Назад ходом попробуй. Не, все, накопал уже. Рулем. Влево-вправо руль. Братуха обошел по встречке. Кстати, если всем выйти, может выскочить. Надо было раньше. Да, не, забудил, конечно, нормально. Готово. Не, он может там застрять. Саня, а не хочешь попробовать по этой рейкории? А, да, конечно. Попробую так сзаду, интересно. На когти, мне кажется, она должна просто пролететь. По-любому. А ты мне защитил не отсюда. А? Как просто нужно, блядь, писаться в пол. Как хранить письмо. Так нет, ты тут не проедешь, ведь. Ой, блядь, не расскажешь. Это же место. Чуть не проехал. Нет, уже хорошо тут получилось. Очередной раз кто-то спасает Витю. Не. Чуть не проехал. Давай. Макс звонил. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. Что говорится, Артюнечка? Удивился, что мы застрем. Гелик просто... Без напряга. Кажется, Витя уговорил Сашу. Я просто свято верю, что он не взял. Он сейчас всем баном двигаться не хватает. Он только убирается в грязь, сразу в дом. Свято верю, говорит. Говорит, я свято верю. Но я не очень верю, честно говоря. Я верю, что он проедет на раз-два. Давай! Отъезжай, кричит сумасшедший. Сейчас возьмет разгон правильный. Так. Пробита траектория. Стоп, хорош. Кажется! Продолжение следует... Тюнинга мало на этой, поэтому не хватило Так, ну что, танковая закончена Проехали Порубились сладко, залазись Да это вообще Давай спросим, что, у Васик будут брать? Я старался показать вам Будем, будем Продажа считается закрытой Я машину удаляю Сегодня? О, ля Не, напиши продано Продано, конечно А я уже выложу, люди посмотрят О, тут хорошее, это просто грунтовочка Это мы просто включим в треянний мост и еще немного подрепним, да? Может не надо? Может не надо? Я как раз... Вау! Витя, Витя! Витя! Что происходит? Это не я управлял этой машиной! Ладно, пацаны заедут, едет вазик. Мы с поездом тягаемся. Давай, Русик, кто кого? Смотри. А что за поезд? Тюндай или нет? Да, Тюндай. Где? Вот он, сука! Тюндай! Кидай за него трос! Воу! Воу! Полегче, полегче! Включаю дворники. Осторожно. Да, это просто грунтовочка, кстати. Сегодня она веселая. Да. Бачком едем, бачком. На заднем идем? Да, только на заднем. Я знаю, я машину лишний раз не люблю накрывать. Да, да, чтоб вперед не изнашивался. Ой! Отличное воскресенье! Да! Ого! Вау! 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 Боком, боком идем! Опять боком! Это прикинь прикол. Короче, мы собираем мой зеленый УАЗ. Откапиталили мотор. Поставили новый карбюратор. Короче, 15 тысяч ривен я взял, положил, все перебрали, все перегибали. Все, вот писечка. Я и треслесаря. Я говорю, мужики, вы так долго над ним занимались. Давайте я вас прокачу. Ночью. Суббота. Восемь вечера. Танковая дорога. И мы начинаем с ними ехать. Рупимся всю танковую. Они там сидят мерзнутые. Это Макс нас у тебя приезжал выдергивать? Да, да. Один там был дядька. Ему там лет 60. Он крестился. Говорит, все. Я в этой жизни все видел. Тану тебя в баню. Выхожу. Короче, все. Едем по этой дороге. На расслабончике. Я говорю, а вы знаете, как он лес ложит? Нет. Смотри. Я заезжаю в эту етерню. Прикинь. Ну, пень. Вот такой высоты. Вот как вот. Васюда. Первый пень. Я его выкорчевываю передним мостом. И прикинь. И сразу через метр второй пень. А первый, у которого я выкорчевывал. Садний мост уперся. Ну, а тут упираюсь. И начинаю там буксовать. Начинаю буксовать. Хорошо, этот пень отламывает мне крестовины. И мы просто в таких заразках заглохли. Влагозумокс рядом был. Бабутин. Достал меня. Но я мужикам дал нормально поручиться. Покопали саперки. Большой вес, большой вес. Подушки надо. Большой вес у нас занят. Да, да. Таким надо просто тебя высаживать и весить. Да, да. Тяжелый очень. Два телефона у меня еще. Просто плывел. Слышишь, Витя? Витя, я тебе расскажу. Я уже как-то рассказывал. На вот этой дороге был мой первый оффроуд вообще в жизни. Вот этой? Да. На что? На Гранчероке. Когда я его купил. А 9-10... Нет. Да. 9-10 зима была очень жесткая такая. Вся зима была минус там 20-30 и снега по пояс. И я... Я знаю. Я в Донецке ее пережил. Я сюда поехал. Понял. И тоже тут накатанное. А потом решил развернуться на пятачке. Там. Ну вот где развилочка. Не в самом конце, а... Где-то она... Я не знаю. Доехали мы. Короче, здесь есть пятачок развернуться. Где поворот на день рождения к слепому. Где-то вот примерно плюс-минус где-то здесь. Ну что, и в сугробах шины просто дорожные, чтоб ты понимал. Дорожный Мишелин обычный стоял на Гранде. Вот тут я решил развернуться. Вот этот пятачок. Понял? А снега реально, блин, выше колена, блин. Еще и он такой какой-то слеженный, мокрый. И я тут копался. Потом ходил, взял лопату вот тут. Вот старожки, да. Я нашел взял лопату, сакиру и ломик. Взял лопату, раскопался. Это я первый раз в оффроуд решил. И на стадионе еще тоже там возле себя. Тоже была похожая ситуация. Но там я как-то раскопался без лопаты. Здесь вот брал лопату. И тут я задним ходом на УАЗе ехал, Витя. А что задним? Редуктор сломался. И? Машина только назад ехала, вперед клинил мост. До этого ехал? Да. А потом сломал передний мост и бородач меня задним ходом тянул. На базу к суровому. Полностью задним ходом еще на веревке. Было весело. Подвожу итог. Стоковый вазик. Стоковый вазик. На своих родных колесах. Лучшая машина в мире. Лучшая машина в мире. Она дарит веселье, она дарит надежность. Потому что она надежная, когда она вся в стоке. Да. Не знаю. И кстати колеса ты видел, развернутые, едет нормально. Нормально, да. Я людей предупредил, говорю, я это сделал для красоты. Говорю, вам бы лучше колеса обратно. Ну вообще да. Лучше вернуть, конечно. Лучше вернуть. А человек мне сразу говорит, так она свит потеряет. Понимаешь? Ну потеряет, да. Ну надо следить просто за подтяжкой гаек. Не, ну по правильному сделать диски развернуть, оставить середину правильно, а перевернуть просто диск переварить. Тогда будет правильно. Да, ну и так что? Ну и так. Надо проверить затяжку еще. Пока охота. Я говорю, так зачем вам мой УАЗик? Полным, полным, полным. Зеленых же есть. Полторы тысячи на дворе. Ну они разметили, смотрели. Они не подготовлены. Кажется, что-то с проблемой какой-то. Ну да, тут ты показал тест, что машина на рыбалку, на охоту доедет по-любому. По-любому. И вернется. С кабанчиком. Все. Куда вот эта дорога ведет? Ну дальше. Асфальтовая есть? В Княжичи. Налево в Княжичи, направо на третий участок танковый. Короче, нет. Асфальта нету там. В Княжичи выезд, да? Да, в Княжичи есть выезд. Да, по асфальтовой? Нет, по грунтовке. 5 км. Вокруг 50. Ну да, я к тому, что нормальный сократ. Была история с Княжичами у меня, я уже рассказывал несколько раз. Сейчас, как я ехал в Княжичи, полтора или два часа, а назад вернулся за 15 минут. Вот так вот? Да. Так, а где велик? Мы велик потеряли. Моя мечтавка. Смотри, какая Купэха 36-я, блин. Моя мечтавка. Красивенная машина. Она всегда актуальна будет. Найти. 33 автомобиля, начинаем от дешевых дорогих. Да. Секундочку. 180. Первый надо. Сейчас. 41. 41. Что дорого. 41 тысяча гелек стоит. Начинается, да, цена? Начинается. Потом пошло 45-48. Который с нами сегодня ездил. 49-51. Который за нами едет сзади. Поэтому я считаю это смелый человек. Вообще да. Красавчик. Красавчик. Ого, ты сразу выпрыгиваешь и сапоги слетают, да? С УАЗа. Человек хочет убежать уже давно. Пеханы бабай. Бензин течет. Вот это бензин так течет? Да. Ёлки-палки. Так давай что-то поставим. Витя. Едь к Вите. Витя. У человека бензин. Иди сюда. Так едьте к тебе что-то подставить. Давайте поджигать его. Да не, рано еще. Ну, поехали ко мне. Ну, вот и все. Афроуд завершен. Саша, смотрели только что в 2009 год с 41 тысячи начинается цена машины. И мы решили, что ты довольно-таки смелый парень. Да. Мы еще и богатый. Потому что, ну, блин, принял так вот зайти на там. Красивый аппарат. Поскидывать вот так. Бензин продолжает течь. Ёлки-палки. Ну, быстрее едьте. Покупатель. Покупатель. Готов к покупке. И я пробил, сука. Что, и ты пробил? Да, все, надо ехать еще. Надо ехать на бак. Ёлки пробил и Витя бак. Да, давайте могу. Все, давай. Все, полетел я. Это лед. Едь за ним. Бак течет. Все, легкий бензин вытек. Пошел на Борисполь. На газу. Ну, вот так катнули побыстричку. Минус два бака. Покупателей покатали. Машина вроде как понравилась. Витя полетел сливать бензин, чинить бак. Ну, дополнительно сообщу. Купили, нет. Ну, заинтересовала машина. В общем, всем пока, друзья. Подписывайтесь, делитесь. У нас оффроуд четкий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok